Добрый день, друзья! Меня зовут Неля. Добро пожаловать на мой канал! Хочу предложить вам очень вкусное и красивое блюдо. Закусочный рулет со шпината с красной рыбой. Рецепт очень прост, не требует особых усилий и готовится из небольшого количества продуктов. В этой оригинальной холодной закуске превосходно сочетается нежный шпинатный бисквит необычного зеленого цвета, ароматная намазка из сливочного сыра и пикантная соленая красная рыба. Бисквит мы будем готовить на основе шпината. В готовом блюде он никак не проявляет свой вкус, но зато мы получим шикарный зеленый цвет. Отделяем желтки от белков. Шпинат нарезаем на более мелкие кусочки. Добавляем к нему желтки, растительное масло и перебиваем погружным блендером до кашеобразного состояния. Можно взять замороженный шпинат, тогда его нужно полностью разморозить и отжать. Дальше готовить по рецепту. К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем в устойчивую белоснежную пену. Небольшими порциями вводим шпинатную смесь. Аккуратно перемешиваем лопаткой. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем на нее шпинатное тесто. Разравниваем тонким слоем в прямоугольник размером 20 на 30 см. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 10 минут. Вынимаем противень из духовки, переворачиваем на новый лист пекарской бумаги, убираем нижний лист и даем основе полностью остыть. Пока остывает, займемся красной рыбой. Нужно нарезать мякоть тонкими ломтиками. Возвращаемся к шпинатному бисквиту, который уже успел полностью остыть. Кладем на него белую намазку из сливочного сыра. Для него можете взять совершенно любой сливочный или даже творожной сыр. Плавленный не советую. Он плотный и его будет сложно намазывать на нежный бисквит. Если сыр слишком плотный и густой, можно разбавить его сметаной либо сливками. Равномерно распределяем. Затем раскладываем тонкие ломтики красной рыбы, стараясь не оставлять пустые места, чтобы в готовом рулете срез был красивый. Остается плотно свернуть бисквит с намазкой и красной рыбой в рулет, так, чтобы шов остался снизу. Заворачиваем пленку и отправляем в холодильник на 2-3 часа, можно на ночь. Рулету нужно дать время отдохнуть и уплотниться. По истечении времени достаем рулет из холодильника и нарезаем на порционные кусочки. Подаем на стол. Этот вкусный рулет прекрасно смотрится на любом праздничном столе. Он послужит прекрасной закуской для вас и ваших гостей. Особенно для тех, кто любит красную рыбу. Приготовьте и вы эту праздничную закуску. Буду очень рада, если она вам понравится. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Делитесь видео в соцсетях, оставляйте свои комментарии в описании под видео. И не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео рецептах. У меня на канале есть и другие рецепты самых разнообразных закусок. Ссылки на экране и в описании под видео. С вами была Неля, всем приятного аппетита!